Здравствуйте, дорогие ученики 8 класса! Сегодняшняя наша тема это физические и химические свойства оснований. Надеюсь, с общими понятиями оснований вы разобрались, а сегодня давайте мы с вами рассмотрим их физические и химические свойства. Начнем с физических свойств. Все неорганические основания, а не твердые вещества. Кроме гидрооксида аммония записали формулу NH4OH. Для остальных оснований им характерна разная растворимость в воде. Дальше смотрим гидрооксиды. Щелочноземельных металлов это, например, кальций OH2, барий OH2, стронций OH2. Записали их еще раз у себя. Они все белые порошкообразные вещества, гораздо менее растворимы в воде по сравнению с гидрооксидами щелочных металлов. Ребята, все эти данные, пожалуйста, записывайте у себя, а мы продолжаем. Гидрооксиды щелочных металлов. Здесь примеры. Натрий OH, калий OH. Они гигроскопичны. Щелочи вызывают сильные химические ожоги при попадании на кожу или в глаза. Напоминаю, щелочи это растворимые в воде основания. Хорошо. Здесь из данных рисунков вы можете увидеть щелочной раствор натрия, а также можете увидеть, как это действует на поверхность кожи. Здесь хочу я вам сказать, если поверхность кожи повреждена раствором щелочи, то обязательно ее надо промыть большим количеством водой и обработать слабой кислотной средой. Дальше смотрим на рисунки. Обратите внимание, здесь вы поближе можете увидеть гидроксид натрия, как он выглядит. Далее вы можете увидеть гидроксид железа. Три, он бурого цвета. Формула феррум OH трижды. Хорошо. И гидроксид алюминия. Как мы видим, белый осадок. Это алюминий OH трижды. Дальше смотрим. Пожалуйста. Гидроксид меди-2 голубого цвета. Гидроксид кобальта-2 роза голубого цвета. Гидроксид никеля. Он зеленоватого цвета. Гидроксид хрома также серого цвета. Мы можем с вами увидеть. Формула гидроксида меди-2. Молодцы. Купрум OH дважды. Гидроксида кобальта-2. Правильно. Кобальт OH дважды. Гидроксид никеля-2. Молодцы. Никель OH дважды. Гидроксид хрома-3. Верно. Это хром OH трижды. То есть количество OH равно валентности металла. И почему мы указываем в данных соединениях валентность вспоминаем? А потому что эти элементы являются элементами с переменной валентностью. Надеюсь, этот пункт мы тоже здесь с вами повторили. И можем продолжить. Изменение окраски индикаторов. Водные растворы щелочи изменяют окраску индикаторов. В нерастворимых основаниях индикаторы не изменяют окраску. А что вообще такое индикаторы? Записываем у себя. Индикаторы – это вещества, изменяющие свой цвет в присутствии тех или иных химических соединений в исследуемой среде. И смотрим. Допустим, среда, щелочная, щелочи и нерастворимые основания. Хорошо. Как же индикаторы ведут себя тут? Как мы с вами видим, в нерастворимых основаниях индикаторы не меняют свой цвет, потому что они нерастворимы. Хорошо. А в щелочах это растворимые основания. Фенолфтелиин изменяет свою окраску, становится малиновым. Метилоранж изменяет свою окраску, становится оранжевым. А лакмус синеет. Ребята, запишите данные изменения окраски у себя, а мы продолжим. Смотрим. Химические свойства оснований. Хорошо. Взаимодействие с кислотами, щелочи и нерастворимые основания. Рассмотрим для них. С щелочами происходит реакция нейтрализации. Пожалуйста, записали данную реакцию. Натрий-ОХ взаимодействует с серной кислотой, образует сульфат натрия, натрий-2СО4, и вода также образуется. Именно образование воды и дает реакцию нейтрализации. Смотрим дальше. Растворение нерастворимых гидроксидов. То есть нерастворимые гидроксиды начинают растворяться в кислой среде. Например, КОПРУМОХ дважды. Если будем добавлять азотную кислоту ГОШНО3, то есть при их взаимодействии, образуется КОПРУМОНО3 дважды и вода. Записали эти две реакции у себя, а мы продолжим взаимодействие с кислотными оксидами. Щелочи взаимодействуют с кислотными оксидами, образуют соль и воду. Зафиксируйте эту реакцию у себя. СО2 плюс калий-ОГАШ получается калий-2СО3 и вода. И как мы видим, нерастворимые основания взаимодействовать не будут. Смотрим дальше. Взаимодействие с амфотерными оксидами. Сразу покажу. Нерастворимые основания взаимодействовать не будут. Переходим к щелочам. Алюминий-2О3 плюс 6 натрий-ОГАШ, 3 молекулы воды. В растворе записали, что образуется 2 натрий-3 алюминий-ОГАШ 6 раз. Записали эту реакцию у себя и указали, что данный процесс происходит в растворе. Как же происходит в расплаве? Алюминий-2О3 плюс 2 натрий-ОГАШ получается 2 натрий-Алюминий-О2 и вода. Это реакция у нас в расплаве. Я надеюсь, все вы реакции у себя записываете. И мы продолжим взаимодействие с неметаллами. Смотрим, натрий-ОГАШ при холодной среде, то есть без температуры, при взаимодействии с хлор-2 образует два вещества. Смотрим, какие. Натрий-Хлор-О плюс натрий-Хлор и вода. А теперь обратили, как это будет происходить в горячей среде, то есть при температуре. Натрий-ОГАШ взаимодействует с хлор-2, получается натрий-Хлор-О3. Обратите внимание, здесь натрий-Хлор-О при холодной среде, а здесь натрий-Хлор-О3 при горячей среде. Далее натрий-Хлор и вода. Ребята, когда вы записываете эти реакции, попрошу обратить внимание на все коэффициенты также. Хорошо. А теперь продолжаем. Разложение при нагревании. Некоторые основания способны разлагаться при нагревании. При этом получаются соответствующие им оксиды и вода. Например, купрум-ОГАШ дважды разлагается при нагревании, получается оксид меди-2 и вода. Обратите внимание, здесь медь также двухвалентная, то есть гидроксид меди-2. При разложении образует оксид меди-2. Ну и воду, конечно же. Ребята, надеюсь, все вышесказанное вы запомнили, записали все реакции и попрошу, пожалуйста, закрепить изученное на странице 55. Желаю вам удачи до следующего урока. А также попрошу во время пандемии беречь себя, не болейте. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – кровеносная система, внутренняя жидкая среда организма, строение сердца. На прошлом уроке, ребята, мы уже подробно с вами рассмотрели такие системы, как нервная система, эндокринная система, опорно-двигательная система. А сегодня мы поговорим с вами о кровеносной системе человека. Кровеносная система человека выполняет очень много важных функций. Например, это питательная функция. Что значит питательная функция? Это значит, что кровь от органов пищеварения клеткам и тканям приносит питательные вещества. Дыхательная функция. Что значит дыхательная функция? Оказывается, кровь переносит от органов дыхания, то есть от легких кислород, к тканям, клеткам, забирает углекислый газ и возвращает обратно к легким. Следующая функция – выделительная. Оказывается, кровь переносит не только питательные вещества, не только газы. Оказывается, кровь может переносить к органам выделения конечные продукты, обмены веществ, для того, чтобы они не отравляли наш организм, а удалялись органами выделения из нашего тела. Защитная функция. Еще в шестом классе мы говорили о том, что в составе крови есть такой формный элемент, который называется лейкоцит, который способен пожирать чужеродные частицы, микробы. Наверняка, вы вспомнили. Но вот в качестве примера я могу вспомнить сейчас этот случай. То есть в этом и есть, допустим, защитная функция крови. Регулирующая. Недавно мы с вами говорили, проходили о железе внутренней секреции, говорили об эндокринной системе. И тогда я сказала, что железы внутренней секреции не имеют протоков. И то, что они вырабатывают гормон, выделяется непосредственно в кровь. И уже током крови доносится до органов мишени. В этом и есть регулирующая функция. А еще я должна сказать, что кровеносная система, кровь, участвует в регулировании температуры тела. Вот посмотрите, я так много рассказала о крови. И сразу складывается впечатление, что в нашем теле ничего жидкого, кроме крови, нет. Нет, ребятки, это неверно. Дело в том, что в нашем теле три жидкие внутренние среды. И кроме крови это лимфа и тканевая жидкость. Но если с кровью более-менее все понятно, так что же такое лимфа и что такое тканевая жидкость? Давайте обратимся к рисунку. Итак, ребятки, мы прекрасно понимаем, что кровь у нас движется по кровеносным сосудам. И мы знаем, что кровеносная система у нас замкнутого типа, а значит, кровь не изливается в полость тела. Она не может омывать органы, ткани, клетки. И в то же время здесь мы сейчас услышали, что очень много важных, полезных и питательных веществ и кислорода. Как же кровь может передать это клеточке, которая все это ждет? Дело в том, что жидкая составляющая крови, плазма, она может просачиваться, то есть выходить через тонкие стенки капилляров, может просачиваться в межклеточное пространство. И тогда вот здесь образуется жидкость, которая называется тканевая жидкость. Именно тканевая жидкость омывает эти клетки, и именно здесь может уже произойти обмен. Тканевая жидкость отдает нужные компоненты клеточки и взамен отдает продукты обмена веществ, от которых она хочет избавиться. Часть тканевой жидкости возвращается обратно в кровеносное русло, но часть тканевой жидкости, обратите внимание, поступает абсолютно в другой сосуд. Она принимает участие в образовании другой жидкости нашего тела, которая называется лимфа. Может быть, вы никогда не слышали это слово, но поверьте, ребята, это очень важная система. Почему я говорю «система»? Да потому что у нас действительно, посмотрите, целая лимфатическая система. Чем она начинается? Она начинается лимфатическими капиллярами. Обратите внимание, в отличие от кровеносного капилляра, она с одного конца слепо замкнута. Эти лимфатические капилляры вот этим слепо замкнутым концом погружаются в тканевую жидкость. И потом эти капилляры, посмотрите, объединяются, образуя лимфатические сосуды. А лимфатические сосуды потом открываются до вены, то есть эта жидкость действительно потом возвращается в кровоток. Вы можете мне задать вопрос, а для чего так усложнять? Нельзя было просто сразу всю тканевую жидкость вернуть сразу в кровь? Я вам отвечу «нет», ребята. Дело в том, что на пути у лимфатических сосудов, обратите внимание, находятся лимфатические узлы. Итак, лимфатические узлы. Что такое лимфатические узлы? Дело в том, что здесь всегда есть готовая группа клеток. Она всегда готова атаковать. Атаковать микробы, бактерии, вирусы, которые могли попасть в ваше тело. Если они попадают в ваши клетки, естественно, они могли оказаться в тканевой жидкости. Так вот, когда эта жидкость проходит с вирусами, микробами, с бактериями, проходит через лимфатические вот эти узлы, здесь их атакуют, здесь с ними борются. Поэтому, ребятки, если лимфатические узлы у вас воспаляются, а есть целые группы, допустим, под нижней челюстью, под мышечной паховой области, то если лимфатические узлы воспаляются, это говорит о том, что у вас идет воспалительная реакция. Значит, внутри вас кто-то за вас борется. Ну и, конечно, вы понимаете, пройдя уже вот этот лимфатический узел, уже эта жидкость очищается. А вот теперь спокойно можно вернуться опять в кровеносное русло. Ну а теперь немножко поговорим о сердечно-сосудистой системе. Итак, мы помним, что сердечно-сосудистая система человека представлена сердцем и сосудами. Наше сердце, ребята, расположено в грудной полости, за грудиной, и немножко смещено в левую сторону, от срединной линии. Масса сердца в среднем считается 250-300 грамм, а размер, ребятки, вот сожмите ручку в кулак и посмотрите, вот так примерно выглядит ваше сердце. Вот с размером скула, размер вашего сердца. А теперь давайте поговорим немножко о сроении сердца. Итак, сердце человека, так же, как и у всех млекопитающих, сплошной перегородкой делится на правую и левую половин. Правая половина всегда содержит венозную кровь, а левая – артериальную, и они никогда не перемешиваются. Теперь давайте посмотрим, рассмотрим каждую половинку в отдельности. Мы видим верхнюю камеру, которая называется предсердие. Есть и с правой, и с левой, соответственно, это правое предсердие, а это левое предсердие. И нижние камеры, которые называются желудочком, соответственно, правый желудочек и левый желудочек. Таким образом делаем вывод, что сердце у человека четырехкамерное. Теперь давайте посмотрим, что имеется между предсердием и желудочком. Здесь имеются, ребята, клапаны. Вот эти клапаны, которые расположены между предсердием и желудочками с правой и с левой сторон, называются створчатые клапаны. Они препятствуют обратному току крови, потому что в сердце кровь всегда должна двигаться в одном направлении – от предсердия желудочек. И назад ей что-то должно мешать. Так вот, двигаться назад ей мешают действительно вот эти створчатые клапаны. Дальше посмотрим. От левого желудочка берет начало самый крупный сосуд нашего тела, самая крупная артерия, которая называется аорта. Вот здесь кровь с самым большим давлением выбрасывается в эту аорту, поэтому если внимательно посмотреть на мышечный слой левого желудочка, то мы видим, что он намного толще, чем мышечный слой правого желудочка. А от правого желудочка тоже берет начало достаточно крупная артерия, которая называется легочный ствол, которая в дальнейшем будет делиться на левую и правую легочные артерии. Между желудочками и артериями, то есть аортой и легочным стволом тоже есть клапаны, но называются они теперь здесь не створчатые, а полулунные клапаны. Также в правое предсердие впадают вены, нижняя полая вена и верхняя полая вена. Ну и, соответственно, в левое предсердие тоже впадают вены, но будут они называться легочными. Теперь давайте подойдем к столу и на муляже посмотрим, какое строение имеет сердце человека. Итак, ребята, это модель человеческого сердца. Давайте мы заглянем вовнутрь, откроем его. Итак, что мы видим? Обратите внимание, мы действительно здесь видим четыре камеры, и вот она сплошная перегородка, отделяющая левую половину от правой, о которой я говорила. Итак, что у нас получается? Это правая половина, которая содержит венозную кровь, а это левая половина, которая содержит артериальную. Итак, здесь, вот в этой зоне, будет камера, которая называется правое предсердие, здесь левое предсердие. Соответственно, здесь вот эта камера называется правый желудочек, а вот эта камера называется левый желудочек. Вот эти белые образования, которые здесь есть, это те самые створчатые клапаны, которые находятся между предсердием и желудочком. Посмотрите, они есть и в правой половине, они есть и в левой половине. И теперь я сказала, что есть еще другие полулунные клапаны между желудочками и сосудами, которые выходят между аортой и желудочком левым, и легочным стволом и правым желудочком. Для этого я немножко наклоню сердце. Вот, обратите внимание, вот они белого цвета, эти самые полулунные клапаны. Вы уже знаете, что наше сердце постоянно ритмично сокращается для того, чтобы перекачивать кровь. Что значит ритмично? Дело в том, что есть такое понятие, как сердечный цикл. На самом деле камеры сердца сокращаются по очереди. Сначала сокращаются предсердия, и в этот момент они выбрасывают кровь в желудочке. Сокращение мы называем систолой. Сокращаются предсердия, значит, мы говорим, произошла систола предсердий. Длится она, ребятки, 0,1 секунды. Итак, напомню, посмотрите, что здесь происходит. Итак, сокращаются предсердия, и кровь, которая находится в предсердии, она гонится в сторону желудочков. И мы прекрасно понимаем, что створчатые клапаны в этот момент открыты. Далее начинается вторая фаза, это систола желудочков, то есть сокращение желудочков. Она длится 0,3 секунды. Что происходит в этот момент? Обратите внимание, сейчас кровь, которая находится в желудочках, она должна двигаться дальше. Она должна выталкиваться из сердца, значит, она должна поступать двигаться в артерии. И ни в коем случае она не должна возвращаться назад в предсердие. Вот поэтому я говорила, очень важна роль этих клапанов. Эти створчатые клапаны в момент систола желудочков закрываются. Они препятствуют обратному току крови. И тогда кровь вынуждена выталкиваться в артерии. Ну а потом начинается диастола сердца. Если систола – это сокращение, то диастола – это расслабление. Сердце работало, а теперь оно хочет отдохнуть. Диастола сердца длится 0,4 секунды. В этот момент, посмотрите, предсердие пассивно заполняется кровью и немного заполняются желудочки, потому что через 0,4 секунды все повторится заново. Снова будет систола предсердий, будет систола желудочков, а потом сердце будет отдыхать. Таким образом, мы говорим, что есть понятие «сердечный цикл», и весь он длится 0,8 секунды. Сердце сокращается, выбрасывает кровь в сосуды. Кровь возвращается в сердце по сосудам. Какие сосуды есть в человеческом организме? Выделяют три вида сосудов – это артерии, вены и капилляры. Давайте вспомним, что мы называем артериями, а что мы называем венами. Это такие сосуды, по которым течет венозная кровь. Венозная кровь, то есть она обедненная кислородом, богатая углекислым газом. А артерии, вы мне говорите, что артерии – это те сосуды, по которым течет артериальная кровь, то есть наоборот, обогащенная кислородом, объединенная углекислым газом. Ребятки, это неправильно. Дело в том, что артериями мы называем те сосуды, которые отходят от сердца. А венами мы называем те сосуды, которые подходят к сердцу, они приносят кровь сердцу. Ребята, в человеческом организме не всегда в артериях течет артериальная кровь. Иногда в наших артериях течет венозная кровь. И поверьте, у нас есть вены, по которым действительно течет артериальная кровь. Самые мелкие сосуды мы называем капиллярами. Строения у них тоже разные. Я уже сказала, что самые мелкие – это капилляры. Они состоят из однослойного эпителия. Для чего? Для того, чтобы как раз-таки через эту тоненькую стенку могла выходить жидкая составляющая крови, образовывать ту самую тканевую жидкость, о которой я говорила в начале урока. Вены, конечно, уже сложнее устроены. Здесь появляется мышечный слой, слой соединительной ткани. Но, правда, мышечный слой здесь не очень толстый. И если заглянуть вовнутрь, мы видим, что внутри вен имеются клапаны, те, которые препятствуют обратному току крови. Но если рассмотреть артерии, то мы видим, что здесь есть и эпителиальный слой, и мышечный, и соединительная ткань, и мышечный слой здесь очень хорошо развит. Почему? Да потому что кровь под большим давлением выбрасывается именно в артерии. И поэтому они, стенки, их должны эластично растягиваться. Вот поэтому мышечный слой здесь самый толстый. Можно ли как-то обнаружить, что сердце выбрасывает кровь в сосуды? Конечно, ребята, мы называем это явление пульсом. Итак, свой пульс можно посчитать. Если вы сейчас, давайте вместе со мной, поверните левую руку, кончиками пальцев правой руки положите вот сюда, в основании большого пальца левой руки. И прислушайтесь к своим ощущениям. Вы чувствуете, как под вашими пальчиками что-то пульсирует. Это сердце сокращается, выбрасывает кровь, и эта волна распространяется по артериям. Здесь проходит лучевая артерия, которая наиболее поверхностно находится у нас в коже, и поэтому ее биение, ее пульсацию можно прочувствовать. В норме, ребята, пульс у взрослого человека должен быть 70-75 ударов в минуту. Ну и последнее, о чем бы я хотела сказать, что именно регулирует работу сердца. Мы знаем, что у нас есть две системы, которые управляют работой всех других систем. Это нервная и эндокринная. Так вот, ребятки, мы помним, что сердце управляется автономной вегетативной нервной системой. Сюда подходят волокна симпатической нервной системы, которые заставляют наше сердце биться чаще, и парасимпатической, которые расслабляют наше сердце. Ну и, конечно, эндокринная система оказывает влияние на работу сердца. Например, мы проходили с вами такую же из внутренней секреции, как надпочечники. И мы прекрасно помним, что надпочечники выделяют гормон адреналин, который мы называем гормон страха. Ведь вспомните, когда вам страшно, ваше сердце чаще бьется? Думаю, что вы вспомнили и ответили, что да. Ну что, ребята, сегодня мы с вами начали изучение кровеносной системы. Поговорили о том, что такое внутренняя жидкая среда организма. И вы теперь знаете, что внутри вас есть не только кровь, есть еще и лимфа, и тканевая жидкость. Ну а также мы поговорили с вами о строении сердца и о строении сосудов, по которым эта кровь циркулирует. После урока, пожалуйста, еще раз внимательно прочитайте параграф, выполните все задания, которые есть в учебнике, для того, чтобы понять, насколько хорошо вы поняли и усвоили материал. Ну на этом наш урок сегодня подошел к концу. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Ребята, мы сегодня с вами будем повторять весь пройденный раздел. Для этого сегодня мы с вами выполним параграф номер 12. Будем работать по карте и проводить вычисления. Ребята, первое наше задание такое. Используя физическую карту и карту уровня урбанизации стран, определите связь между расположением водных объектов и городов. Мы должны определить города, расположенные на побережье морей и океанов, и выделить среди них столичные города. Давайте посмотрим. У нас тут представлена карта урбанизации городов. А давайте вспомним, что называется урбанизация. Урбанизация – это увеличение городского населения и городов. То есть вследствие увеличения городского населения увеличивается и число городов. Давайте посмотрим. У нас тут отмечены ряд городов. Например, у нас тут даются города Китая, Ханой, Токио, Шанхай, дальше Тайбэй, Куала-Лумпур, Сингапур. Давайте перейдем к Африке. Мапуту, дальше Акра, Триполи, Алжир и так далее. А сейчас давайте среди них мы выделим с вами столичные города. Например, столица Японии, мы все это знаем, это Токио. Дальше Джакарта – столица Индонезии. Сингапур – столица Сингапура. Куала-Лумпур – столица Малайзии. Акра – столица Ганы. Алжир – столица Алжира. Триполи – это столица Ливии и так далее. То есть, ребята, вот если вы обратите внимание, больше всего урбанизационных центров у нас расположено на побережье морей и океанов. Так, давайте приступим к следующему заданию. Мы должны с вами заполнить таблицы масштаб, содержание и охват территории. Сначала давайте вспомним, что называется картой. Карта – это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости. Карты у нас классифицируются по разным признакам. По масштабу, по содержанию и по охвату территории. По масштабу, ребята, у нас выделяют три вида карт. Есть крупномасштабные карты, среднемасштабные и мелкомасштабные карты. В крупномасштабных картах масштаб меняется в пределах от 1, деленное на 10 тысяч, до 1, деленное на 200 тысяч. Их мы по-другому называем топографическими картами. Среднемасштабные карты у нас начинаются от 1, деленное на 200 тысяч, до 1, деленное на 1 миллион. Их по-другому называют обзорно-топографическими картами. Мелкомасштабные карты, в них масштаб составляет 1 деленный на миллион и мельче. Их по-другому мы называем обзорно-топографическими картами. По содержанию карты у нас делятся на общегеографические, тематические и комплексные. Общегеографические там у нас в общем дается либо физическая карта мира, либо экономическая карта мира. А тематическая карта, там у нас рассматривается одна какая-то тема. Это может быть почвенная карта, это может быть карта полезных ископаемых, карта плотности населения и так далее. И есть у нас комплексные карты. В этих картах, ребята, мы объединяем несколько близких по содержанию тен. Мы, например, к комплексным картам можем отнести карту природных зон. По охвату территории у нас выделяют карту полушарий, дальше карты материков и океанов, а также их отдельных частей, и карты государств и их отдельных частей. Давайте посмотрим. Почвенная карта Азербайджана масштаб 1, деленная на 600 тысяч. По масштабу это у нас будет какая карта? Мы сказали, что среднемасштабные карты имеют масштаб от 1, деленной на 200 тысяч до 1 миллиона. То есть это у нас будет среднемасштабная карта, среднемасштабная, либо обзорно-топографическая карта. Дальше. По содержанию. По содержанию мы сказали, что выделяют общегеографические, тематические и комплексные. Тут дается у нас карта, почвенная карта Азербайджана. Почвенная карта у нас там рассматривается только почва, состав почвы. То есть это у нас будет тематическая карта. По охвату территории мы выделяли с вами карту полушарий, карты материков и океанов, а также их отдельных частей, и карты государств и их отдельных частей. А тут у нас дается почвенная карта Азербайджана. Значит, у нас будет карта государств и их отдельных частей. Вторая наша карта, карта населения Европы, масштаба 1, деленная на 3 миллиона. По масштабу это у нас будет обзорная карта, то есть мелкомасштабная карта. Обзорная. Дальше, по содержанию населения Европы, опять у нас там одна тема рассматривается, тоже тематическая карта. А по охвату территории, смотрите, это Европа, то есть являются частью какого-то материка. То есть по охвату территории будет карта материков, карта материков и их отдельных частей. Физическая карта мира, смотрите, 22 миллиона, опять обзорная, то есть мелкомасштабная карта будет обзорная. По содержанию физическая карта мира, то есть общегеографическая карта. Коротко напишу. По охвату территории это будет карта полушарий. Карта полушарий. Третье задание, ребята, у нас такое, пункты А, 65 градусов, западные долготы, пункт В, 30 градусов, восточные долготы, расположены на экваторе. Определите действительное расстояние между ними. Ребята, вот у вас тут говорится, что и пункт А, и пункт В расположены на экваторе, но они на разных долготах. Что мы делаем? Мы должны найти разницу между долготами. А у нас, если обратите внимание, один пункт расположен на западе, а другой пункт на востоке, то есть мы должны их прибавить. В первом действии мы должны к 65 прибавить 30 градусов, получится 95. Дальше мы знаем, что длина дуги одной параллели на экваторе составляет 111,3 километра. Вторым действием вы 95 умножаете на 111,3. Получится 10573,5 километров. Вот это ваше действительное расстояние между точками А и В. Четвертое задание наше такое. Тут у нас представлены способы и содержание карт. Сначала давайте вспомним, какие у нас были способы изображения на картах. Это были способ ареала, способ качественного фона, способ линий движения, способы изолений, точечный способ. Например, ребята, способом ареала мы могли определить на карте распределение различных видов растений, животных, полезных ископаемых. С помощью качественного фона мы определяли на карте именно по цвету, где расположены низменности, где у нас расположены горы, плоскогория, пустыни и так далее. С помощью способа изолинии мы определяли с вами линии, соединяющие точки с одинаковыми величинами. Это могут быть у нас изогалины, изогиеты, изогипсы, изобары и так далее. Линии движения. С помощью данного способа, ребята, мы с вами могли определить на карте направление морских течений, направление судов и так далее. Способ ареала, ребята, смотрите, у нас распределение видов растений мы можем определить с помощью способа ареала. Качественный фон. С помощью качественного фона, я сказала, с помощью качественного фона мы могли с вами определить размещение низменностей. С помощью изолинии мы можем определить с вами распределение солености. А вот линии, соединяющие точки с одинаковой соленостью, мы называли изогалинами. Изолинии у нас, пункт B, относится к способу изолинии. А пассатные ветры на климатической карте у нас определяются с помощью линии движения. Следующее задание. Какую территорию будет занимать лес, занимающий на карте масштаба 1 деленное на 50 тысяч, площадь 10 сантиметров в квадрате на земной поверхности? Ребята, у нас тут даются масштаб и площадь территории. Сначала давайте мы переведем численный масштаб в иммунованный масштаб. Масштаб у нас будет 1 деленное на 50 тысяч. Мы переведем этот масштаб в метры. Тогда убираем с конца два нуля. У нас получится в одном сантиметре 500 метров. Так как у нас площадь дается в квадрате, значит мы масштаб должны возвести в квадрат. А если возвести в квадрат масштаб, у нас получится в одном квадратном сантиметре 250 тысяч квадратных метров. Дальше, на что мы обращаем внимание? У нас дается, что квадратный масштаб у нас составил 1 квадратный сантиметр равен 250 тысячам квадратных метрам. То в 10 квадратных сантиметрах, сколько у нас будет составлять лес, мы это берем как х. Если решим с вами пропорцию, то у нас получится 10 умножаем на 250 тысяч метров. Ответ у нас будет 2 миллиона 500 тысяч квадратных метров. Шестое задание у нас такое, ребята. Нужно построить убывающий ряд данных масштабов. У нас тут даются масштабы А. 1 деленный на 150 тысяч, Б. 1 деленный на 600 тысяч, В. 1 деленный на 120 миллион, Г. 1 деленный на 50 тысяч и Д. 1 деленный на 2 миллиона. Вы должны, ребята, когда у вас спрашивают определить убывающий ряд масштабов, то вы должны от крупного масштаба идти к мелкому масштабу. У нас крупным масштабом тут является пункт Г, дальше пункт А, Б, пункт Д и будет В. Вы от крупного масштаба идете к мелкому масштабу. Седьмой вопрос наш такой. Определить действительную площадь территории, длина которой на карте масштаба составляет 1 деленный на 25 миллион, равна 2,5 сантиметра и ширина 2 сантиметра. Ребята, сначала нам нужно определить общую площадь территории. А как мы это определяем? Мы длину умножаем на ширину, то есть 2,5 умножаете на 2. У вас получается 5 квадратных сантиметра. Дальше вы должны перевести численный масштаб, опять в уминованный масштаб. Масштаб у вас будет 1 деленный на 25 миллион. Если это перевести в уминованный масштаб, то мы можем перевести в километры. А когда переводим в километры, мы с конца убираем 5 нулей. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получится в одном сантиметре 250 километров. Смотрите, площадь у нас дается в квадрате, значит мы масштаб тоже должны возвести в квадрат. То у нас тут получится в одном квадратном сантиметре 62 500 квадратных километров. Смотрите, дальше у нас что спрашивается? У нас дальше говорится, нужно определить действительную площадь территории. А чтобы определить действительную площадь территории, у нас дается формула. Тогда мы площадь карты умножаем на масштаб в квадрате. А уже мы масштаб возвели в квадрат. То есть у нас получится 5 умножаем на 62 500. Получится с конца, давай, 25, 300, 12 квадратных километров. 312 500 квадратных километров. Восьмое задание. Напишите в соответствующих столбцах таблицы названия данных карт. Ребята, у нас тут даются названия карт. Мы должны их вставлять в ряд этих карт. У нас тут даются общегеографические карты, комплексные и тематические карты. Давайте посмотрим. Карта плотности населения. В общем, тут говорится о карте плотности населения. То есть там у нас рассматривается только плотность населения. Это относится к тематическим картам. Физическая карта Азербайджана. На физической карте мы можем изображать горы, равнины и так далее. То есть это комплексная карта будет у нас. Почвенная карта. Опять одна тема у нас рассматривается. Тоже тематическая карта. Политическая карта мира. Мы там рассматриваем одну какую-то тему. Но, ребята, смотрите, политическая карта мира. То есть весь мир тут у нас обсуждается. Мы можем отнести их и к общегеографическим картам. Экономическая карта Австралии. Австралия. Только к Австралии относится и рассматривается там только экономика Австралии. То есть тематическая карта будет. Промышленная карта США. На промышленной карте США мы можем рассматривать там обрабатывающую промышленность, добывающую промышленность. Туда мы можем занести еще и карту полезных ископаемых. Поэтому мы промышленную карту США относим к комплексным картам. Карта распределения солености в океанах. Там у нас, ребята, рассматривается только соленость в океанах. На этой карте у нас рассматривается только соленость в океанах. Поэтому мы и карту распределения солености в океанах относим к тематической карте. И карта распределения полезных ископаемых тоже относится к тематической карте. Ребята, с каждым днем растет количество зараженных коронавирусом. Чтобы не болеть этим вирусом, мы должны предпринимать ряд мер. Чаще мойте руки, одевайте маски, соблюдайте дистанцию с людьми. Если нет необходимости, не выходите на улицу. Сегодняшний наш урок закончился. Желаю всем вам удачи, успехов. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Здравствуйте, ученики восьмых классов. Сегодня мы с вами рассмотрим урок построения логических схем. Повторение. Мы с вами прошли некоторые логические элементы. Какие? Инверсия, конъюнкция и денюнкция. Вот они перед нами в графическом виде. Первый элемент – логическое отрицание. Второе – логическое сложение. Третий элемент – логическое умножение. Вот инверсия, отрицание. Ложь становится истиной, истина становится ложью. Графическое выглядит, как указано справа. Следующая дизъюнкция – это логическое сложение. Означает, что если один из двух высказываний окажется истинным, то и результат будет истинным. А ложным только в том случае, если оба высказывания изначально ложны. Графическое обозначается в виде данного рисунка. И последняя конъюнкция – логическое умножение. Здесь точно так же, как в математике. 0 умножить на 1 – 0, 1 умножить на 0 – 0. И истина только становится в том, когда два высказывания – истина. Давайте рассмотрим, что такое построение логических схем. Как они строятся из этих логических выражений. Вот мы об этом сегодня будем говорить на уроке. Как уметь строить логическую схему из тех элементов, которые даются изначально. Это инверсия, конъюнкция и денюнкция. Цель – это наши уроки. Рассмотреть основные принципы построения и научиться читать логические схемы. Струим логические схемы из выражения. Порядок действий. Вначале мы просчитываем количество входных сигналов в схеме. Потом подсчитаем общее число логических элементов в схеме. Установим последствия выполнения действий. Точно так же, как в математике. Составим логическую схему из элементов. Давайте рассмотрим это все на примере. Вот Нармина давно принять решение, можно ли гулять или нельзя. У нас будет две ситуации. Первая – на улице солнечно, и вторая – идет дождь. Идет дождь, отрицание означает «не идет дождь». Умножается на хорошую солнечную погоду, и мы получаем, что в этот день Нармина может пойти погулять. Вот перед вами чисто математические действия. Первое действие – отрицание, потом логическое умножение на значение А. Составим логическую схему. Вот она перед нами, логическая схема. Здесь более подробно. Солнечная погода – единица, ноль шел дождик, и в отрицание стало «не дождя». На выходе эти два элемента истинные, при умножении дают истинное выражение. Результат работы схемы, что Нармина сможет выйти погулять. Рассмотрим работу еще одной логической схемы. Вот перед нами А имеет значение 1, В – 0. Отрицание единицы становится нулем, отрицание нуля становится единицей. Здесь, возможно, два варианта. Вот идет пересечение 0 и 1. Логическое умножение конъюнкции даст нам результат 0, и сюда уже перейдет значение 0. Здесь на выходе из В идет единица. Здесь действие мы получили 0, 0 и 1. Следующий, последний шаг действия. У нас денюкция логическое сложение, поэтому 0 прибавить 1. Мы с вами проходили, что денюкция – это если одно из выражений истинно, то ответ будет истинным. Поэтому мы находим на выходе, что ток есть. Вот по шагам. Первый шаг был отрицание А, единица превратилась в 0. Второй отрицание Б, 0 превратилась в единицу. Следующее действие. Эти два элемента давны логическое умножение между ними, получается 0. И последнее, добавляется к ним денюкция отрицания Б. Вот это значение. Это если мы запишем с помощью формулы, и здесь указано пошаговое действие. Рассмотрим более наглядно на типовых заданиях. Здесь дается формула. Давайте определимся последовательность этих действий. Значит, первый у нас идет отрицание А, потом идет конъюкция, потом следующий будет денюкция, и в конце мы добавляем денюкцию с элементом С. Здесь выполняется такую последовательность, как в алгебре. Составим таблицу истинности по заданному логическому выражению. А прибавить Б, 0 прибавить 0, будет 0, отрицание его единица. И вот выполняя эти действия, еще раз давайте, 0 прибавить 0, 0, 0 умножить на 0, 0, отрицание 0 дает нам единицу. Прибавление 0 прибавление 1, 1 умножается на 0, 0, 1 умножаем на 1, получаем 1, его отрицание становится нулем. И последний случай. 1 прибавить 1 дает нам единицу, умножаем на 1, опять единица, и ее отрицание становится нулем. Я надеюсь, что эти два последние примера помогут вам, намного облегчат вам выполнение заданий на платформе. Таким образом, сегодня на уроке мы вспомнили основные логические операции, познакомились с логическими элементами и рассмотрели примеры логического устройства. До свидания, благодарю за внимание.